Скотч вместо красной ленты и одни ножницы на всех, спальник на стене, куклы в рамках и телевизор в шкафу. В Саратове открылась первая галерея современного искусства. На экспозицию пришли журналисты, студенты и состоявшиеся художники. Организатор выставочного зала Алексей Трубецков говорит, его в Саратове давно ждали. Галерея очень ожидаема, ее не хватало. По тому количеству зрителей, которые вы видите здесь, ясно, что ее ждали. Современное искусство – это совершенно не обязательно то, что написано ныне живущим художником. Например, вот этот рисунок сделан здесь и сейчас, но это все равно просто рисунок, а-ля графика. А вот если то же самое, но фломастером, да еще и на картоне, а потом вырезать, а вместо носа посадить бабочку – вот это уже современное искусство. Это, конечно, утрировано, но в целом верно. Искусствовед Елена Дорогина в актуальных тенденциях разбирается, пожалуй, лучше всех в Саратове. Работы художников начала 20 века в постоянной экспозиции музея Радищева не представлены, места нет. А на редкие выставки зритель почти не ходит. Елена Дорогина объясняет – дело не в том, что Саратов – деревня Иглуш. Даже в Москве замечательная наша Третьяковская галерея. Если вы пойдете в Лаврушинский переулок, где представлена старая экспозиция, там народу невероятно много, а потом вы окажетесь на Крымском валу, где представлена экспозиция 20 века, и там вы увидите на порядок, на многие порядки, меньше посетителей. Он успешно выставляется и преподает. Директор художественного училища имени Боголюбова Павел Тимофеев уверен – современное искусство в общепринятом понимании – это деградация, один эпатаж и никакого мастерства. Вот если я палец обрезал, его перебинтовал, то я же не называю себя доктором, да? Это способ самовыражения, ну, возможно, это и имеет место быть, но вопрос – искусство ли это? Студентам художественного училища современные искусства не преподают, обучают на примере академической живописи. В конце концов, даже человек-сюрреалист Сальвадор Дали признавался – лучший художник все равно Рафаэль. Анна Головчинская, Олег Буланов, Игорь Шишилин. Новости. Телеобъектив.